Всем доброе утречко! Доброе утречко понедельника! Красота, лепота, жара, солнышко, спокойно, чистое и ясное небо. Вот было бы оно еще мирным и было бы вообще замечательно. Я хочу сказать, что думаете, Юля посидела в субботу, в воскресенье и ничего не поделала? Конечно же, это не так. Сама от себя в шоке, но я наверстала эту упущенную неделю больничного лежки в больнице за субботу и за воскресенье. Я наконец-то вроде бы более или менее привела, ну не то что привела, а до высаживала цветочки, которые бедные христовые у меня маялись. В общем, теперь вот сейчас выхожу и любуюсь, как у меня тут, в общем-то, все. Ну, пока, по крайней мере, можно сказать, что везде порядок. Вот в связи с этим, конечно же, хочу и вам тоже показать, что я вот за два денечка успела поделать потихоньку, полегоньку, с перерывами, чтобы не во вред себе. Вот, так что давайте покажу. Ну, во-первых, вот привела я в порядок вот эту зону, потому что я вам показывала, что там у меня было все страшно ужасно. Состояли кашпошки, и вот сюда я перенесла эту скамейку, куплена банка краски. Юра мне сказал, что он ее ошкурит, и я ее заново покрашу. Ну, и вот остатки цветочков, которые у меня маялись, да, от того, что не продано, и то, что было обстрижено, я вот рассадила их в эти ведерки. Не хотела, конечно, я, да, что их вообще доставать, то есть у меня, ну, говорила я вам, новые кашпошки куплены, но так как все-таки цветочков осталось, я и так-то, вот видите, те, которые у меня рука не поднялась обстричь, я вот высадила их вот сюда, в эту грядочку, да, вот. Ну, не все же у Марины Патриной зацветет, пусть у меня грядочки тоже цветут, вот. Так что, как бы вот здесь у меня вот такая зона. Сейчас с утра, конечно, такие цветочки подвялые, а вчера вот к вечеру, после того, как я все прибрала, полила, у меня прям так они все распустились, раскустились, и такие уже кашпошки наполненные. Вот сангрия, посмотрите, какая красоточка. Тунбергия, я так думаю, что на ней очень сказывается температура, потому что она такая хиленькая, но, тем не менее, вот тоже начала уже цвести. Все-таки холодные ночи, они, видимо, не давали ей разрастаться, и вот только-только вот сейчас, буквально, какой сегодня, третий день вроде бы у нас тепла, и вот она как-то так пошла. До этого, конечно, она вообще очень и очень грустная была. Питуневое дерево тоже начинает вроде бы более-менее цвести, обрастать, но так вот, вот-вот, пока, пока это вот так выглядит. Не совсем, конечно, но чего тут, чего думать, гадать от такой погоды, чего ожидать. Пособирали мы клубничку с новых сортов, которые я привезла. Несколько ягодок пособирали. Ну, в общем-то, есть, есть что поесть. Тут сюда высадила даже вот между клубникой остатки подсолнухов у меня, и вот один он уже расцветает. И вот сюда высадила амаранты. Мне принесли рассаду. Как вот я представляю, что вот отсюда я захожу, там, значит, цветут амаранты, здесь цветет все, здесь цветет все. Тут в серединке благоухает мой томат. В общем, здесь в этой зоне все вот так. Ну, а тут, в принципе, в рабатке так-то как бы ничего такого особенного пока на данный момент. Вот пиончик белый у меня шикарный цветет. Я уж вроде бы его подвязала, надо заново его приподнять. Вот, посмотрите, какой красавец. Ой, вообще, запах стоит божественный. Вот еще один кустик распустился. Здесь я вот этот вот кустик пообрезала, вот так вот, да. А этот вот не стала обрезать, я его вообще перевернула передом сюда. То есть вот эти вот ветки, они были все сзади. А там как-то было так все голое. Думаю, они приспустятся и как бы, ну, вот так вот все уже покроют. Это вот опера лайм, а это вот изи, по-моему, елу. Как-то вот не очень он мне понравился. Я взяла вот так вот по кругу все эти ветки, обстригла. Вот думаю, здесь тоже так же сделать. Ну, думаю, вдруг, может быть, совсем будет лыса. Ну, пока вот так вот. Здесь тоже вот поставила полочку и сюда высадила свою зеленую цветовую гамму. Ну, в смысле, кашпошки зеленые. Пиларгоньки, Бакопа, Эустомка. Ну, вот так вот они у меня здесь цветут. Ну, и эти кашпошки тоже, я хочу сказать, что наливаются, наливаются. Вейв Миста Лилак меня вообще очень мне нравится. Это расцветка. Вы посмотрите, какая красота, какой объем, какой крупный цветок. Здесь вейв Парпл. Тоже вообще красавица, красавица красавицей. Здесь вейв Кармин Велюр. Ну, и то же самое. То есть, вот здесь у меня вся полочка в вейве сидит. Я прошу вас, пожалуйста, если вы будете писать, что полка... Ой, господи, ходи меня уронить. Если будете писать, что тут полкастая, надо обрезать, да когда это делать? Если я на начальной этапе все обрезала, сейчас такая температура, пусть хоть что-то вырастет, хоть на что-то полюбоваться. Ничего больше не буду стричь, формировать. Пусть растет, как растет. Вот, калибрашки тоже, в принципе, все. Начинает уже каждый сорт зацвел. Уже видно, какая расцветка. Так что, в общем-то, более-менее. Я тоже переживала, как они на такую холодную погоду. Но ничего. Ушла с этой стороны. Ну, здесь, в общем, получается, значит, будет у нас бассейн, как я сказала. Только пока мы его до сих пор еще не поставили, потому что холодно. Алисум тут у меня более-менее так раскустился. Здесь маленький был. Здесь вот два горшочка у меня с герберой. После пересадки смотрю, что чувствует себя герберка хорошо. Эта белая моль летает, как собака дикая. Дальше у меня здесь такая зона, в общем, старый столик, который есть у каждого. Я приукрасила также тоже всякими разными кашпошками. В общем, вот так все здесь стоит. Затем здесь вот старую полочку приделала тоже. Я сюда поставила кашпошки. Капустка, помидорки. Вот пекинская вроде бы тьфу-тьфу на нее. А вот тут какой-то у меня второй сорт капустки. Ну, в общем, видите, да, что ну что есть, то есть. Вот что есть, то и показываю. В общем, здесь у меня как бы вот так вот. Так, вот это, конечно, надо вот сюда мне забуриться и все про... Ой, скажите мне, убирать вот этот вот осод. Я, конечно, уже понимаю, что это нужно вообще его бы, по идее, перелопачивать. Потому что вырывать бесполезно. Я это делала недавно буквально вот, ну, по весне еще только-только хосты всходили. И я чистила весь этот круг от этой травы. Но вот у меня в том году еще не было. Видимо, вот она от корней, она прям вот затягивает все. И это по-хорошему бы вообще нужно все перекапывать. Потому что вот это такая зараза. Просто вообще у нее корни идут вот по всему-по всему. Но я понимаю, что это такой объем работы. Нужно просто взять вот прям сюда залезть. Ну и здесь вот у меня кашпошечки. Вот смотрите, в больших ведрах, где алисум более взрослый, он уже практически, видите, спустился. Здесь и вот здесь вообще уже такой хорошенький шарик. Но сейчас я вам покажу эту паразитку. Вы посмотрите, только... О, видите, что? О, видите, как вот это вот... Как вот вы мне... Напишите, пожалуйста, чем вы спасаетесь. Вот меня не было получается, я не обрабатывала. И она тут уже вообще повсюду. Вот эта белая моль или что это такое. Но, в общем-то, это что-то с чем-то. Она тут повсюду. Но я смотрю, главное дело, что вроде бы внешний вид-то как бы у алисума такой, ну, цветущий, да. То есть не все она сжирает, паразитка такая. Но вот она вот, она прям белесая такая. Вообще вот. В общем, вообще. Здесь у меня тоже кашпошки, калибрашечка даже и цветет. Это моя любимая Диана Тумбелина. А это второй сорт, тоже новый. Сейчас покажу. Вот она прям кружит-кружит. Sweet Sunrise Pink Purple. А, я вам говорила про этот сорт. Sweet Sunrise Pink Purple. Посмотрите, какая красота. Это просто вообще великолепие какое-то. Пиндалинки здесь мои хорошие. Надо спасать цветы, надо наводить какую-то опять обработку, болтушку и, в общем-то, все обрабатывать. Потому что они тут, не кажется, все сейчас пожрут эти паразитки окаянные. Ну, тут у меня кашпошечки такие простые. Все у них хорошо тоже, в принципе, неплохо начинает колоситься. Здесь кашпошки вдоль баньки у меня, миксы, которые я показывала. Они так уже достаточно прилично разрослись. Немезия. Вот, видите, линария. Здесь немезия желтенькая с линарией белой. Здесь кашпо посажено у меня с питхуа, если я не ошибаюсь. Здесь вот птилотус, смотрю, что раскустился. Ну, в общем-то, костики пока на данный момент, они как бы более-менее так отходят от морозов. Здесь, смотрите, немезия какая красивая, прямо огненная, с красной вербенкой. Немезия-то у меня разная была. Я прям вот наугад подсаживала, ничего не планировала. А вот здесь линария вообще похожа, просто вот как будто бы это кустик лобелии сидит. Очень интересно подсаживать вот ее. Ну, или вообще, знаете, в небольшие такие кашпо, и она будет такой прям шапочкой. Только же интересное растение. И вот еще одно кашпо. Нравится мне прям цветовая гамма. Очень даже так симпатично смотрится. В общем, им, конечно, здесь жарко, этим кашпо. Я вчера их на несколько раз проливала, потому что они были просто высажшие. Здесь почему так происходит? Потому что у меня здесь очень легкий грунт. Я, конечно, пожалела, что сделала так. Не смешала его со своим огородным, как я делаю, ну, обычно в кашпо. Так что приходится здесь поливать, конечно, почаще. Ну, или, я думаю, быть, может, знаете, гидрогель, что-то такое вот замешать, чтобы не так было тяжело растениям. Ну, а также, конечно, у меня сейчас вот буйство пик пионов. Вот вчера еще буквально все это было на бутонах. А вот сегодня, посмотрите, распустили. Это-то кустище. Я уже здесь состригала. Ходили на день рождения дарила. Состригала куст. Вот посмотрите, что вот он весь раскрылся. Запах стоит обалденный. Я, конечно, из больницы вышла. Он вообще вот так вот лежал. И всю мою капусту вот эту примял. Я вчера все вот это вот окучила. Видите, ее приподняла. Потому что вот здесь-то вот она, смотрите, какая красивенькая уже такая. Закруглилась. И гацанька здесь цветет. И виолки. А вот здесь вот гацанька еще только-только. Только-только. Но я потому что приподняла куст и вот раскрыла капустку здешнюю под этим кустиком. Ой, мои многострадальные огурчики, про которые я вам говорила, бедные, христовые, маются. Но, тем не менее, вон там смотрю, что огурчики завязываются. Но, опять же, думаю, что все-таки эта холода еще сыграли свою роль. Что вот так очень проблемно вели себя огурцы. Новый прирост смотрю, что вроде бы вот и неплохой. Не знаю, конечно, что дальше будет. А вот такая деформация листовая я вот прочитала в этот раз. Если, например, мыши вот ходят, да, бродят там по своим ходам. И тревожат, портят корневую систему. Вот такое вот становится с листовой пластиной. И такое у меня вот на нескольких кустиках. То есть, видимо, вот она где-то рядом. Это вот, видите, вот и на этом кусте тоже. Может быть, где-то вот рядом вот здесь вот ходила мышь. И она испортила корневую систему. И огурчики пострадали. Вон, видите, надо вот сегодня уже сорвать, чтобы не переросли. Он даже на том маленьком и то уже вот завязался огурчик. И вон там тоже. Но, в общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то. Ну, а помидорки вчера тоже вот пропосынковала. Подвязала повыше. Моя задача, хотелось мне в один ствол их увезти. Но там, где я не успела, где вот увидела уже, что пасынок большой начинает зацветать, оставила второй побег. В общем, просто-напросто его подвяжу. А так я не хочу везти в два ствола. Вот видите, тоже здесь уже кисточка набрала цвет. Я этот пасынок оставила. А так вот, у которых по одному было, я убрала. И пусть в один ствол идут. Не надо мне этих зарослей здесь. Точно так же там вот с этими детерминантами. Здесь у меня посередине высокорослые. Ой, смотрите, какая села бабочка. А там вот у меня детерминантные сорта. И тоже так же пропосынковала по максимуму их. Обстригла. Оставила там по два максимум ствола, чтобы, ну, не больше. Мне этого тоже хватит. Так вот, такие вот у меня тут помидорки мои любимые, дорогие. Джекпот, кстати говоря, самые первые завязали плодики. Вот там они у меня. Вон они там, не знаю, не вижу отсюда. Но вот там несколько, по-моему, два или три кустика у меня их. И малиновый мусс. Сорт тоже завязал уже плодики. Джекпот от нетипичного фермера и от партнера. Одновременно вообще развитие вообще одинаковое. Остальные пока еще только-только вот, ну, цветут. Цветущие кисти висят. Ну, и покажу вам вдоль дома, как выглядит кашпо на данный момент. Ой, какая красота. Я готова любоваться этим просто вот с утра и до вечера. Моя фуксия Набель. Вообще неприхотливая красотка. Все, смотрите, стойка выдержала. И в сочетании, конечно, с виолой это просто вообще огонь. Сейчас вот жду, когда распустится пиларгония, выстрелит. И будет тоже вообще красота. Здесь питунька уже начинает так заполонять, заполонять, заполонять колесо. И тоже смотрю, и фуксия более-менее поднимается. Вот здесь одинаковые эти мисочки у меня. Так, 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 так. Здесь немножко другая виолка. Ну и давайте вот эти корзиночки мы и посмотрим. Распускается бегония. Ой, вообще какая красота. Слушайте, я прям в восторге. Здесь еще только вот бутончик закладывает. Но уже вот сейчас, наверное, приподнимется. Здесь вообще мне вот эта вот композиция очень даже нравится. Ну и третья корзиночка. Вот, вот она красота. Вот она красотишка. Вот она счастье. Я прям вот уже жду, не дождусь, когда распустится фуксия. Это же для меня, это новый сорт. Не знаю, как он себя поведет. Но, в общем-то, вот она приподнимается. И думаю, будет вообще красота. Здесь у меня вот во входной зоне, посмотрите, какие уже шапки выросли. Вот. Вот. Видите, да, какой объем. Сурфиния обрастает. Еще одна. И еще одна. Это, конечно, что-то с чем-то. Такая прям грибочек набитый. Не надо ничего не формировать, не стричь. Все само по себе формируется. Здесь сангрия и рейблэк. Тоже хорошо так они переплелись между собой. Дружат. Не ругаются. Не выгоняют друг друга. Все у них хорошо. Ну и вот леечка моя тоже уже стала красивой. Прижился здесь цветочек. И вот так все. В принципе, симпатично. Мне нравится. Эти вот принцессы тоже все со мной. Маля повредила пальчик. Ну как пальчик? Фалангу. Видимо, наверное, я не знаю, перелом это или что. Но она вот у нее здесь очень опухла. Да, да, да. Опухла вот очень. Так вот как бы немножко так вот отошла даже от общей. В стопочке, да, вот этих вот фалангов. И она хромает. Это еще случилось, когда я в больнице лежала. Вот. Поэтому такая у меня хромоножка. Не знаю. Скорее бы уже зажила, да. Скорее бы уже зажил наш пальчик. Ой, сегодня, в общем, еще вот поеду к доктору, в больницу. Мне опять там нос расковыряют. Затем нужно ехать на репетицию в школу. У меня же у Саши 30 июня выпускной. В новой школе 1 июля. Выпускной в старой школе. Мы идем и туда, и туда. И, соответственно, естественно, что родители готовят номер. Ну, номера всякие разные. И вот там что-то придумали. Какую-то сценку. Мне там уже роль тоже отложили. Так что надо. Хошь, не хошь. Нужно ехать. Так что вот такие вот заботы, хлопоты. Ну, пока, по крайней мере, хотя бы погодка более-менее. Вот, видите, да, приятное, что можно находиться на улице. Даже жарко. Я, конечно, смотрю у девчонок других, у кого что, у кого-то жара, у кого-то холод. И тоже так же все стоит, не развивается. Бедные наши растения. Бедные мы с ними тоже вместе все взятые. Ну, конечно же, хочется уже всем пожелать, чтобы все устаканилось, установилось, все стандарты. Пусть бы было лето летом, да, а не осень летом, посреди лета. Вот, потому что, конечно же, жалко своих трудов. Столько мы с этой рассадой потом высаживаем, тратимся, да, на семена, на грунты, на удобрения, на обработки. И вот на тебе вот так вот в одночасье все вот, ну, не в одночасье, конечно, погибает у людей все, гибнет на глазах, сидит, не развивается. Очень, конечно же, жаль. Давай, иди, иди, давай, запрыгивай. Запрыгивай, моя хорошая. Да ты моя девочка, молодец, моя умница. Так аккуратно, не трогай. Вот ведь тоже живнивец-то еще та, а. Эту-то хочется погладить, да, пожалеть, а эта вообще лезет во что гораздо. Ни в коем случае нельзя, чтобы одну гладить, другую не гладить. В общем, как вы видите, уже вечереет. Времени на дворе сколько, наверное, уже девятый час. Мы только с Сашей приехали. Я так устала, это вообще морально еще и физически тоже намотались. Купили еще Саше одно платье и туфли, наконец-то. У нас как бы куплено, еще мы в Москву, когда ездили во Владимир, покупали на сам вечер, на выпускной платье. Но оно, знаете, у нее как бы вот здесь такие валаны, а здесь оно такое, как в обтяжку все. И вот из этих вот этих вот валанов у нее руки вот максимум, ну как бы вот так вот могут подняться. И, а вот на торжественной части она будет танцевать вальс с партнером. Ну и, соответственно, для вальса такое платье, как я считаю, вообще никак не подходит. Я сразу же сказала, что для вальса тебе нужно будет другое платье. И вот мы и тогда в Москве смотрели, ничего не могли высмотреть. И сегодня смотрели. Уже все думала я, ничего мы не сможем высмотреть. Но потом пошли мы в свадебный салон, ну как, где платья на свадьбу продаются. Она мне сразу сказала, что мама, ты мне там платья не купишь, потому что там очень дорого. Я говорю, ну пойдем хоть посмотрим. Я хоть посмотрю вообще, что тебе понравится. Потому что то, что нравится мне, моей дочери не нравится. Вот вообще вот просто в принципе. Нет, мне не надо это. Нет, мне это не надо. Мне это не надо. Пару моделек мерили, то там не так, то там не так. В общем, ладно. И мы как-то пришли, вот несколько моделек померили. И в цену уложились приемлемую. Я бы сказала, очень даже приемлемую. Так что все хорошо. Оно уже такое немножко здесь, как бы такая, как разлетайка, чуть пониже колена. Ну в общем, для такой, как нежный шелк, атласное, можно сказать. И рукавчик уже длинненький. Все вот такое нежное. И цвет, знаете, такой золота. То есть вот под ее рыжие волосы вообще шикарно. То платье, оно такое золотая пудра. То есть оно вроде бы и не розовое, вроде бы и не золотое. Такое вот, вот именно что такой цвет интересный. Мне очень понравился. А это прям вот будет золото. То есть ей очень хорошо. А туфли купили вот такие нейтральные бежевые. Они под все подойдут. Я сразу сказала, что нужно брать бежевые, потому что они под все подойдут. Есть, конечно, у нее и черные. На вот этой, на платформе, знаете, вот такой, такая платформа, такой каблук. Но она в них один раз сходила. Уже у них был там какой-то вечер, где надо было снова этот же вальс танцевать. Сказала, мама, тяжело, не пойду. И как раз черное платье у нее под них было куплено. Ой, мама только денежки отстегивая. Вот уже получается три платья куплено. Ну ладно, может быть, куда-нибудь потом износит. Ну или мама наденет. У нас с ней одинаковый размер, что ноги, что уже теперь фигуры. Так что ладно. У меня теперь тоже есть наряды на будущее. Да. Ну затем, в общем, я сходила к доктору на прием. Натерпелась не то слово. Ну и, конечно, немножко расстроилась, потому что вот проход, как вот он мне сказал, что у меня... Для чего я хожу, чтобы раздвигать проходы, чтобы они не слиплись. Так как у меня там вот эти вот проходики, они очень узкие, он сказал. И поэтому нужно их вот расшевеливать. И вот сегодня, как получается, с пятницы, да, сегодня понедельник, вот три дня прошло, он сказал, что справа вообще очень сильно слиплось, срослось уже, можно сказать. Слева вот здесь он мне сделал так вообще хорошо, я практически ничего не произносила. А справа, конечно, было очень больно, и он такой весь доктор-то расстроился, головой мотал-мотал, что сказал, что нужно снова в конце недели будет прийти, на следующей неделе прийти, а там уже посмотрим. Ну, как бы, что очень плохо это. Я так поняла, что, наверное, если срастется, то чего, снова нос не будет дышать. Это, конечно, очень плохо. Мамуля зато у меня, знаете, говорит, да ты его попроси, пусть он тебе там эту трубочку-то. Пусть вставит, и как бы, чтобы уже, как в виде дренажа, да, чтобы не заросло. Я говорю, ладно, хорошо, мамулья. Это твой совет доктору в пятницу или в четверг, когда я поеду, передам. Вот. Ну, а так, мне кажется, как-то уже полегче. Уже даже вот сегодня у меня, как там, мне кажется, и нос дышал днем. Сейчас опять немножко уже там, как бы так, подзаложила. А так вот уже синяки практически все сошли. Не успела выставить видео. Хочу сказать, что смотрю, глянула так немножко, что очень много комментариев с поддержкой. Я, конечно же, очень всем благодарна. Огромное вам спасибо. Посмотрела, что мне велено ничего не делать, ничего не трогать. А я вам уже напоказывала, что я тут уже порядок навожу. Но я все делала потихоньку. Я говорю, вот брала ведрышко, там переворачивала, грунт замешивала, обратно в ведрышко, цветочек в ведрышко поставила. И все так потихоньку. Знаете, когда вот вроде бы так вот, когда вот погода благоволит, настроение, вроде бы хочется поработать, тогда все потихоньку и происходит. Так что я так, ну, себя не нагружала прям. Говорю я, да, которая ухайдакалась в пух и прах. Ну, я еще раз говорю, я все делала потихонечку. Так что вот каюсь, да, виновата я, но ничего не поделать не могу. Шило мое в жопе мне покоя не дает. Это мне так Юра все время говорит и ругает меня тем самым. Про репетицию же еще хотела рассказать. Что вы думаете? Насчет выпускного же еще была репетиция. И какую мне роль назначили. Мне назначили роль. Я там должна буду выйти. Как бы якобы я звезда. Ну, как будто бы родители заказали звезду для сюрприза детям на выпускной, понимаете. И думали, гадали, какую звезду я должна изобразить. И решили инстасамку. За деньги, да. За деньги, да. Знаете, вот эта вот песня. Знаете, вот эту вот инстасамку. Я должна буду изобразить инстасамку выйти. Ну, конечно, я говорю, спасибо вам, дорогие родители. Я ведь мне только, в общем, инстасамку и играть. Так что вот нужно залезать в свои закрома. Искать образ инстасамки. Закрома это я имею в виду. У меня там есть коробка. Я же раньше ведь была тамадой, да. И у меня много там всяческих таких, вы знаете, костюмов. Я там очень любила вот эти сценки с наряжанием, с переодеванием. Я до сих пор этого ничего не выкидываю. Ну, там, конечно, очень много разошлось, там оставалось, напортилось. Но кое-что лежит. Вот я и думаю, что нужно эту коробку достать. Что-то там смастерить. Типа костюма инстасамки выбрать. Ну, песню определили. Вот эту вот за деньги, да. Потому что понятно, что сразу же все дети узнают, что эта инстасамка к ним приехала. Но вопрос другой, что нужно, в общем, мне еще создать образ. Ну, Саше-то я сказала, конечно же. Она говорит, ну, мама, надо очки надеть. У нее очки эти есть, губы красной помадой обязательно ярко намазать. Вот насчет волос не знаю. Думаю, у меня же косы еще свои есть. Если я там еще косы как-нибудь там... А, она сказала еще, что бандану надо обязательно надеть, потому что она всегда в банданах. Так что вот буду я у дочери на торжественной части выступать инстасамкой. Я очень, конечно же, рада этому. Вот. Ну, куда деваться? Против всего класса родителей не попрешь. Никто больше не захотел. Ну, как не захотел? Они без меня это все решили, пока я в больнице лежала. То есть у них же уже это не первая репетиция. Это я сегодня только первый раз пошла. И я смотрю сценарий такая, жду, жду. Думаю, ну, где моя-то роль? И вот они такие, ну вот, а сейчас у нас выходит звезда. Вот мы Юлию Владимировну хотели, чтобы вот вы у нас были звезда. Я говорю, вы такие молодцы родители вообще. Ну, конечно, давайте я буду звездой. Какой звездой? Ага, давайте решать. Звездой, думаю, звездой. И там вот все, подхватили инстасамкой. Я говорю, я так этому рада. Ну, в общем, ладно, чего делать-то? Для детей-то подурачусь, ничего страшного. Мне не привыкать. Я всю жизнь выступала везде. И кем я только не была. Лучше вспомнить, кем я только, наоборот, не была. Вот, да, правильно сказать. Так что, вот, все, пошла я монтировать видео для вас, да, сегодняшнее. А то комары сейчас меня уже закусают, загрызут. Вечерком посмотрю на свои цветочки, потому что вечером они все по-другому совершенно выглядят. Не так, как с утра, когда жарко. Я, кстати, вот, пока устанавливала камеру, увидела. Я вам днем-то герберу показывала. А я ведь и даже не заметила, что вот у меня, оказывается, на ней-то и бутончик есть. Здесь даже не один бутончик, а целая рать бутончиков у меня выходит у герберы. Так что, все хорошо, все замечательно. Ой, а эти белые-то, белые-то летают, белокрылки-то эти. Это-то что-то с чем-то. Любительницы Алисума. Это я так заканчиваю видео. Давайте все. Всем всего доброго. До новых встреч и до новых видео. А самое главное, крепкого нам всем здоровья и мирного неба над головой. Пока-пока. Пока-пока.